Что мы знаем о Чехии? По мнению многих, здесь варят лучшее пиво в мире, Прага самый красивый город Европы и в Чехии самое лучшее санаторно-курортное лечение. А еще многие, однажды посетив Чехию, влюбляются в эту прекрасную страну и переезжают на постоянное место жительства. Друзья, мы в Праге, в городе со своей неповторимой архитектурой, богатой историей и яркой атмосферой. Музыка Музыка Это один из крупнейших туристических центров Европы, который ежегодно посещает почти 9 миллионов туристов. И он входит в число 25 самых популярных городов мира. Прага не пострадала ни в первую, ни во вторую мировые войны, поэтому ее архитектура так хорошо сохранилась. Интересный факт, что жителям исторического центра запрещено устанавливать пластиковые окна, кондиционеры и телевизионные антенны, чтобы не портить облик города. Присоединяйтесь к нам и вы узнаете больше о жизни в Чехии. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Учеными доказано, что первые люди на территории Чехии жили еще в каменном веке. А вот объединение чешских славян и соседних народов произошло в 9 веке. Мы с вами находимся в очень знаковом месте. Это прямо начало-начал чешской истории и называется оно Вышеград. Вышеград, по сути, это высокий город, это уникальная крепость, которую, кстати, так и не смогли взять за всю историю ее существования. Именно сюда, по легенде, пришел протец Чех. Чех, отсюда у нас с вами появилось такое понятие, как Чехия и Чехи. Было там несколько братьев, они разделились, был Лех, был Чех, были другие по разным версиям. Но отсюда пошла фактически чешская история. Потом здесь проживала уникальная княжна, которая вошла в историю как предсказательница. А вот потом уже с этой точки чешские короли, можно сказать, князья, они переехали в Пражский град. В 1526 году страна потеряла свою независимость и под названием Богемия вошла в состав Австрийской, впоследствии и Австро-Венгерской империи, которая управлялась династией Габсбургов. Зависимое положение от Вены в Чехии сохранялось до начала 20 века. После Первой мировой войны в 1918 году Чехия и Словакия объединяются в единое государство – Чехословакию. А после Второй мировой страна перешла под влияние Советского Союза. И только в 1989 году в результате так называемой бархатной революции произошла смена власти. 1 января 1993 года в связи с непреодолимыми противоречиями Чехословацкое государство было мирно разделено на две независимые республики – Чехию и Словакию. Современная Чешская республика расположена в центре Европы, граничит с четырьмя странами – Польшей, Германией, Австрией и Словакией. Несмотря на то, что Чехия входит в Евросоюз, страна решила не переходить на евро. Здесь по-прежнему используется своя валюта – чешская крона. Я встретился с Александрой. Со своей семьей она живет в Чехии уже 15 лет, открыла свой бизнес и проводит экскурсии по Праге и организует лечение в санаториях по всей стране. Мы из Владивостока, и поэтому мы путешествовали по всей Азии, хорошо знали именно тот регион. И там мы понимали, что путешествие – это одно, жизнь – это совсем другое, то есть у нас, конечно, менталитет не совпадает. Когда мы стали смотреть страны Европы, то выбор такой, знаете, как бы размышления были как у дилетанта. Я не могу их все озвучивать, потому что это не очень политкорректно. И тут мы решили, опа, Прага, да, как бы Прага, Злата Прага, Чехия, в общем-то, или атеисты, или протестанты, славянский язык. И самое главное, то есть у меня первое образование экономическое, то есть Чехия действительно вышла на уровень жизни, можно сказать, так, вот западных стран. Это, грубо говоря, это единственная страна вот из нашего постсоветского такого пространства, блока СЭФ, да, которая смогла добиться таких результатов. Плюс ко всему, это центр, логистический центр, да, то есть это такой вот бизнес-центр, и поэтому мы решили, что здесь мы сможем действительно самореализоваться, открыть какую-то компанию. Знакомьтесь, это Юрий. В Чехии он переехал из Казахстана пять лет назад и создал в Праге настоящий футбольный клуб, где тренируются как взрослые, так и дети. Такого какого-то конкретного выбора не было, это все получилось совершенно спонтанно, по идее друга. Он такой приезжает, говорит, такой весь перевозбужденный, блин, нашел тут тему одно агентство, отправляет в Чехию, там, заработки Европа. А я еще такой без настроения, там был по своим причинам, мы такой, да, поехали. Все, и потом как-то оно забылось, мы как раз ездили там вот, летали в Бразилию на соревнования, я думаю, уже все это забудется. После приезда мы приезжаем, он мне давай опять тормошить, типа, пойдем, сходим, узнаем, как, что. Я говорю, да блин, лохотрон, это столько людей, типа, кинули, что мы тоже в это попадемся. Ну, в общем, пошли, разузнали, отдали деньги. Ну, то есть, возвращаясь к тому вопросу, почему именно Чехия, да, скорее всего, потому что это из всех вариантов, которые они предлагали, был лучший вариант, потому что там были всякие Болгария, Румыния, там, Латвия, то есть, ну, Чехия, это более такая центральная Европа, как минимум. А вот такие страны, как там Восточная Европа и та же самая Германия, ну, уже более статусом повыше страны, они были недоступны, как и по сей день, и поэтому вот на Чехии мы остановились и оказались здесь. А это, можно сказать, мои земляки, Игорь и Ольга. Они переехали в Чехию из Екатеринбурга и несколько лет живут в Праге. На самом деле Чехия – это первая европейская страна, где мы оказались после свадьбы. То есть, мы сюда поехали 10 лет назад, даже больше, в 2013 году, в Прагу, на наше свадебное путешествие. Ну, и влюбились в Чехию. Да. Да, влюбились в Чехию, и потом всегда хотелось путешествовать. Похожесть языка, расположение в центре Европы, многие факторы сказались. Ну, в первую очередь, наверное, климат. Мы все-таки с Урала, из Екатеринбурга. Вы из Тюмени знаете, что там зимой выходишь, на улице минус 35, закутываешься с ног до головы. И это было таким важным фактором. То есть, это был осознанный выбор, либо эмоциональный? Вот побывали давно в Чехии, классная страна, красивый город, замечательный, Прага, хочу переехать. И другие страны, как бы вы особо не рассматривали. То есть, есть же всеми любимая Испания, Италия, Словения, да? То есть, вот за кадром ты говорил, что… Как вариант, в принципе, рассматривал. Да, ну, это был такой выбор с множеством факторов, которые мы взвешивали все за и против. Легкость эмиграции, легкость языка, стоимость переезда. Встречайте, это Марек, автор и ведущий популярного YouTube-канала «С чехом на кухне». Он нас сегодня в Праге пригласил в одну знаменитую пивоварню. Вы пришли сегодня в легендарную пивоварню «Башта» – семейное заведение, где уже несколько генераций варят очень вкусное пиво. Вот здесь, ребята, хоккейная футболка Ярди Ягра, когда он играл за авангард Омск. Не всем нравится наша кухня. Не всем? Не всем. Американец попробует, да, но в следующий раз уже, знаешь, там гамбургер закажет. Итальянец тоже попробует, скажет, да, да, но спагетти, спагетти дайте. Но когда приезжают именно немцы или русскоговорящие, то всем очень нравится наша кухня. Ты знаешь, как там, кнедлики, утка, свинина. И все это запиваем нашим золотым пивом. И поэтому я решил все это совместить и сделать YouTube-канал, где я буду готовить чешскую кухню для русскоговорящих друзей прямо так, как мы это блюдо готовим здесь, в Чехии. На здравие! Марек, смотри, нам принесли пиво, блюдо. Расскажи, пожалуйста, подробнее, что мы сейчас будем пробовать. Вот. Это называется краковичка. Это свинья шея. Наша гастрономия не знает шашлык, как его готовит у вас. Мы готовим, типа, свинью шею, вот режем так ломтиками с луком и подаем вот соусом. Выглядит очень похож на вашу, типа, как аджику. И рядом наш чешский хлебушек с тмином, который я тоже готовил уже на своем YouTube-канале. Здесь драник, паческий брамбурак, но мы его не подаем со сметаной, а обычно с квашеной капустой. Ну и здесь шедевр, главная звезда местного заведения. Это утка с картофельным князликом и квашеной капустой. Утка – это потрясающее блюдо. Марек, ты на своем канале готовил это блюдо? Пока нет, но уже два года готовлюсь к этому. Расскажи, пожалуйста, что это за сорт, как он называется? Вот это называется «Лежак». Янтарный цвет, да? Янтарный цвет, он здесь нефильтрованый. Он его варит здесь, прямо на месте, в пивовую рубашку. И оно светлое и такое легкое, но с горчинкой хмелом. Нотки цитруса присутствуют. Это потрясающее пиво, оно очень легко пьется. Вообще, чехи очень любят это место. Это место такое считается место силы. Место силы, место любви. И это, конечно же, место истории. А еще это огромный парк отдыха, в котором действительно достаточно мало гостей Праги. И в основном отдыхают именно местные жители. Частично виден новый город. Причем, знаете, новый город, это, скажем так, 14 век нашей эры. То есть, для всей Европы это старый. Но для чехов он тогда реально был новый. Потому что здесь уже был Высший град, был Пражский град, был Старый город, была Малая сторона, был Еврейский город. Это тоже отдельная очень интересная тема, как тут жили евреи. Отсюда же мы с вами видим еще уникальный район Малая сторона, где теперь находится посольство. И, конечно же, во всей своей красе Пражский град и Собор Святого Вита. Это вообще-то резиденция президента Чешской республики. А раньше там проживал чешский король и даже император Священной Римской империи германского народа. Отношение к русским. Это больной, наверное, вопрос. Когда мы впервые приехали в Чехию, это был, наверное, год 2018, тогда как раз был чемпионат мира по футболу, и играла Испания-Россия. Мы заходили в разные бары, нам везде говорили, мы показывать матч этот не будем. И мы это почувствовали себе немножко, такое отношение. Сейчас, мне кажется, еще хуже. Вот вы как здесь? Вам не смущает эта ситуация? Сложный вопрос. Я расскажу такую историю, которая у меня как-то была, когда я еще жил в ползни. К нам подошел чех, спросил, откуда мы, мы ему сказали, и он начал рассказывать историю, что вот, там, 68-й год, то есть, ну, для чехов это такая больная дата в истории, ее периодически не применут вспоминать, но как таковой какой-то агрессии или открытой агрессии я за два года нахождения в Чехии не встречал. Если, например, ты едешь в транспорте и разговариваешь громко на русском, могут сказать, что да, ты там, либо говори на чешском, либо вообще не говори, потому что, ну, тут в первую очередь, потому что это будет громко и создавать дискомфорт. Да, это нужно приличие сказать. Англичане, англоязычные люди, может быть, немцы, они тоже говорят на чешском. Да, но к ним более лояльное отношение, потому что это туристы. Туристы приезжают сюда, привозят деньги, то есть, это очень много немцев. Да, я абсолютно согласна, что это связано именно с тем, как ты себя ведешь. Если ты играешь по законам и правилам, то отношение абсолютно адекватное, хорошее и, может быть, даже и приветливое. Все зависит от человека, с кем ты общаешься, с кем ты познакомился случайно где-то на улице или в транспорте. Едем из центра в наши апартаменты. Изрядно подвыпивший, судя по всему, украинец, только услышал, что мы говорим на русском, начал матом орать на весь трамвай. И мы, естественно, не стали конфликтовать, просто вышли в другую часть трамвая. И мы здесь один день буквально, и уже столкнулись с этой ситуацией. Да, но вы столкнулись не с чехами, нужно понимать. То есть Чехия все-таки здесь Чехи, эта страна достаточно однородная, поэтому меня больше волнует, и мне интересно мнение чехов, а всех остальных прибывших, неважно из какой они страны, меня, конечно, не волнует. Но то, что вы сейчас описали, это проблема, с которой столкнулись не только вы. Вчера мне то же самое рассказывал один очень известный блогер из Украины. Вы не поверите, да? Он говорит, я приехал, я говорю на русском, а мне вот кто-то там, да, сказал, что что же вы тут говорите на русском и дальше на мате. У меня очень близкая, знакомая, которая здесь просто потрясающий мастер по маникюру, девочка сама из Львова. Она здесь, скажем, до того, как все началось, как мы сейчас это говорим, да? Её муж, он из Днепропетровска, по-моему, да, там из Днепра, как правильно говорить. Вот, и, в общем, он там подтаксовывал, так на него тоже набросился несколько подвыпивший человек, как она мне сказала, из Закарпаттия, да? То есть, если там между собой возникают какие-то конфликты, но явно нет большого ума, то мне кажется, что с меня вообще, вы знаете, я вообще живу по принципу, да, если кто-то в ушко мне шепнёт, что блатинка дура, я даже вот не повернусь, да? То есть, поэтому у меня это вообще никак не касается. И я думаю, что все как бы нормальные люди, адекватные, должны реагировать так же. Если мы говорим про чехов, то никакого, ну, никакого негатива, да, мы здесь не замечаем. То есть, наши дети ходят в школы, ходят в высшеучебные заведения, в среднеспециальные школы. Когда начались какие-то вот неприятные, да, все эти моменты, то даже их вызвали к себе директора и сказали так, любая нападка, любая нападка нам сразу сообщать, потому что эти все люди, которые на вас нападают, дети должны знать, что это как бы отчисление из школы, да? Поэтому вы с этим не столкнетесь, ну, именно, если вы общаетесь с чехами, да? А люди, тем более, еще и подвыпившие, ну, мало ли где что. Но если вы приходите в банк, как вы сказали, то здесь уже важен не язык, да, здесь важен паспорт, да, да. Не секрет, что оформить банковскую карту, особенно в Европе, часто превращается в настоящее испытание. И если вы планируете переехать в другую страну или отправляетесь в путешествие, то вам просто необходимо позаботиться о надежном и безопасном способе оплаты за границей. Но у меня для вас отличная новость. Прямо сейчас каждый из вас может открыть мультивалютную карту в одном из самых надежных банков СНГ. И самое главное, вам даже не нужно будет никуда ехать или выходить из дома. Все сделают за вас и карту доставят прямо к двери. Кстати, себе я уже ее оформил и сейчас не представляю свою жизнь в Европе без этой карты. Карта мультивалютная, доллары, евро, рубли. Карты можно привязать к Apple Pay или Google Pay, а также забронировать отель на Booking или Airbnb. Ну и, конечно же, рассчитываться в любых магазинах и снимать наличные в банкоматах. Уже сотни людей оформили такие карты и очень довольны. Кстати, если вдруг возникнут какие-то проблемы во время оформления, вам полностью гарантированно вернуть деньги. И самое крутое, стоимость этой услуги у моих партнеров ниже рыночной. Обычно открытие такой карты обходится в 30-35 тысяч рублей, но для моих зрителей по промокоду СЕМЬЯ цена всего 25 тысяч рублей. Это намного дешевле и удобнее, чем лететь в Казахстан и открывать счет лично. Друзья, если вы хотите путешествовать с комфортом и не беспокоиться о финансах за границей, обязательно воспользуйтесь моим предложением. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. У тебя ребенок учится в чешской школе? В каком-то классе, по-моему, в третье она здесь пошла, если не ошибаюсь. И здесь уже более старше, но и тут уже началась немножко вот такая вот ущемление. Но, в принципе, я не ходил, не защищался. Я, наоборот, ее учил этому противостоять, чтобы потом в дальнейшем она могла за себя как-то постоять, ну, подстраиваться под этот мир, так сказать. В плане оценок она достаточно хорошо учится. То есть здесь же система, я не знаю, как у вас в Словении, здесь пятерка – это плохая оценка, а единичка – это хорошая оценка. У вас так? Нет? А вот у нас так. То есть единичка – это, можно сказать, она отличница. Ну, в среднем у нее там двойки, однерки. Там были, может, троечки. Ну, так сказать, ударница, если по-нашему. Она закончила на ударнице. Поэтому с чешским проблем нет. В принципе, школы здесь очень… Нам нравится, как здесь работают школы. Особенно вот в летние периоды у них начинаются всякие путешествия, поездки в замки, там, экскурсии. Зимой они ходили в бассейн, ходят от школы вместо физкультуры. Достаточно прикольно так получается. Раньше к нам относились, ну, как бы мы мигранты. Нас и так на поле недолюбливают. Ну, в любом матче нас недолюбливают мигранты. Мы еще общаемся на непонятном для них языке, я бы сказал. И очень мало команд, которые относятся с уважением. Обычно вот такие бывают ситуации, когда мы прям… Ну, у нас сегодня через буквально там полтора часа будет футбольный матч за выход в финал. Да, за выход в финал. Это любительская лига, да. При великим уважением к сопернику, им может повисеть только удача, к сожалению. Какой счет будет? Ставки сейчас сделаем. Не знаю, давай сделаем 5-1, ладно. Сейчас, возможно, вам слышно, как идет звон потрясающих колоколов базилики Петра и Павла. Эта базилика, она славится тем, что здесь не просто какой-то колокольный бой, да, или звон. Здесь вот именно музыка звучит чешских композиторов, кстати. Тут же на Вышеграде, друзья, вообще находятся просто уникальные подземелья, потому что мы с вами стоим не просто на крепостной стене, которая вся из камней, но там еще есть проходы, да, там был гарнизон, там можно было иметь запасы продовольствия, там можно было прятать людей. И сегодня это единственное место, куда фактически не попасть, как попасть, знаю я, находится оригинал и скульптур Карлова моста. Я должна разочаровать практически всех зрителей, что на Карлова мосту располагаются копии. Когда все что-то бегают, там труд, загадывают желания, вот, можно, конечно, загадывать все, что угодно, там уникальное место с точки зрения энергетики, да, как говорит Далай-Лама, нужно просто почувствовать свое место, но в любом случае оригиналы скульптур находятся здесь. Еще тут снимают фильмы, знаете, очень много снимают фильмы и на Вышеграде, и в Пражском граде, да, и теперь же здесь находится просто великолепное, вообще по истории, по энергетике кладбище. Я думаю, что мы с вами туда обязательно зайдем. Чехия является одной из столиц мирового пива. Пиво здесь – это не просто напиток, а настоящая национальная гордость. В стране принят отдельный закон о пиве, который устанавливает стандарты качества и процедуры производства напитка. Чехи могут похвастаться самым высоким уровнем употребления пива на душу населения – свыше 160 литров в год. Это абсолютный мировой рекорд. Также в Чехии есть свой особый способ наливания пива. Пиво в Чехии могут принести как без пенки, вот с пенкой, как вы видели на экранах, пол бокала пены и прям на донышке. Вот в чем разница и как правильно это называется? Есть у нас несколько видов подачи пива. Первое называется молоко, млико, где тебе принесут полный бокал пены. Но эта пена очень вкусная. Очень мягкая. Очень мягкая, вкусная, как молоко. И надо это пиво выпить сразу, потому что чем дольше ты ждешь, пена уступает наверх и перетворится в пиво. Это называется млико. И второй способ подачи, это называется хладинка. Это когда пиво имеет вот такую крышку из пены, которую мы здесь в Чехии любим. Потом называется следующая подача чоктан. Это совсем пиво без пены. Прямо так, как я заметил, что любить у вас или в Казахстане я так видел, что прям... Чтобы больше пива было. Чтобы больше пива было, да. Я предпочитаю холодинка, даже может быть чуть больше пены. Ну и потом называется еще шнит. Это когда просто стичься, если заказать маленькое пиво, ты закажешь большой бокал, но оно будет наполовину. И пиво всегда надо разливать в хорошо пометую, мокрый бокал, охлажденный бокал и наливаем под углом 45 градусов, чтобы хорошо поступила наверх пена. И здесь была вот такая крышка пены, прям как мы любим в Чехии. Именно вот этот лежак, лагерь, он должен быть вот в такой кружке. Блин, ну если такое пиво, смотри, принести кому-нибудь там в Казахстане, в России, блин, он бы так получил официант. А нам так нравится. Какое пиво самое любимое у чехов именно? А вот нет такого. Какое вино самое любимое у французов? Да, это примерно то же самое. Есть светлое, есть темное, есть мини-пивоварня. Очень популярен, конечно же, там и ползень, и крушовицы, и черный козел, например, да. Поэтому я думаю, что нет ответа на такой вопрос. Если смотреть статистику, я думаю, что ползеньская будет самая популярная по продажам, да. Марик, ты за кадром говорил, что если чех, то он пьет обязательно светлое пиво. Это правда? Это правда. Когда будете в Чехии, ребята, и закажете себе черное пиво, все узнают, что вы русскоговорящие. А для кого говорится черный козел? Наверное, русский козел. А это может быть в Праге или в других городах другое пиво пьет? В Бруно. Просто мы чехи вообще черное не пьем. Очень-очень редко, так что когда в Чехии видите за столом, сидит группа людей, у всех там черное пиво, на 99% они будут русскоговорящие. А какое самое популярное пиво у чехов? То есть здесь очень много небольших пивоварен, где мы сейчас находимся. Это, ну, по сути, ресторан и своя пивоварня. Это пиво поставляется еще в другие точки? Или его можно попробовать только здесь? Это пиво можно попробовать только здесь, либо можно взять с собой на вино в бутылках. Друзья, поэтому, если вы хотите пробовать это уникальное, вкусное, замечательное пиво, вам нужно побывать именно здесь, в этом ресторане. Ну и по поводу самого популярного пива, это названо Пилснер Урквелл. Это из города Плзень, на западе Чехии. По-неемецке это Пилсн, который дал святу лёжак, лагер плзнского типа Пилснер. Ну и конечно, так же мы любим козел, крушовица, бутвар, старопрамен, старопрамен, да, правильный пивовар, очень вкусное пиво. Ну и так же я вам, дорогие друзья, хочу рассказать ужасную правду, жатецкий гус, обшине чески, это производство пивовара Балтика. То, что меня всегда так, МАРЭК, смотри, я пью жатецкий гус. Харашечно. Да, их слово харашечное не существует. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься здесь, какие у тебя проекты? Один из основных проектов, это скорее всего футбольный клуб. Мы открыли здесь именно футбольный клуб для наших, так сказать, там играют ребята из Украины, Казахстана, из России. Вот, нашему клубу всего один год, и уже в этом году мы расширились два раза. Сейчас у нас будут выступать две взрослые команды и еще четыре детские команды. Сейчас на данный момент у нас 100 детей и 40 взрослых. То есть не каждый чешский клуб может похвастаться таким результатом, как у нас. Имеется лицензия от УЕФА, то есть также выступаем под эгидой Фачер, Федерация Чешского Футбола. Мы сейчас играем в самой нижней лиге, играли в самой нижней лиге пражского дивизиона, то есть девятой лиге. Выиграли ее, сейчас поступили в восьмую лигу, и вот так вот мы можем дойти до первой лиги, и там, не знаю, лет через 10, дай бог, где-нибудь там в лиге чемпионов играть. То есть здесь нет такого, что это какая-то совсем отдельная область футбольная от профессионального футбола. То есть, да, это она считается как любительская, но отсюда ты можешь постепенно, постепенно, постепенно подниматься выше, соответственно, выполнять условия, различные требования и уже принимать участие в более серьезных соревнованиях. Чем, в принципе, теперь мы занимаемся в Чехии? Мы, я имею в виду, это нашу семью, да, то есть я подтвердила степень магистра Евросоюза, экономических дисциплин, потом пошла учиться дальше. В итоге, естественно, у меня есть лицензия гида, самая высшая, самой высшей категории, да, и у нас здесь туристическая компания, то есть туристическое агентство, поэтому мы занимаемся экскурсиями, но именно индивидуальными экскурсиями, то есть группы мы не собираем, только если эта группа уже сформированная, осознанная, например, какой-то корпоратив или компания друзей едет, да. А потом все это уже потихонечку перерастало в то, что люди стали обращаться тоже, знаете, за какой-то помощью там в оформлении, ну, виз, либо чего-то еще, мы не занимаемся этим сами напрямую, то есть просто нет времени, поэтому есть там тоже контакты людей, которые этим занимаются в Чехии, в данный момент это не сильно актуально, честно скажем, да. Потом, конечно же, это недвижимость, это актуально, то есть подбор недвижимости, там покупка, либо аренда, либо потом слежение за этой вот недвижимостью, за исправностью платежей и так далее. Ну и вот второе направление, помимо туризма, я бы так сказала, и экскурсии, самое активное сейчас у нас, это лечение на чешских курортах. Я нашел работодателя, мне сделали рабочий контракт, нашли жилье и уже вот с этим пакетом документов я уже подавался на визу. Ну, сразу скажу, что я искал работу долго, то есть рассылал больше 50 резюме, наверное, в месяц, ничего такого не попадалось, и, ну, пришлось найти неквалифицированную работу. Проработал почти 9 месяцев на фабрике, ну, это нормальная история для Чехии, многие наши сограждане так переезжают, вот, а потом уже нашел по специальности работу, и вот, больше чем полтора года работаю по специальности. Наш клуб называется FK Perfect Land, ну, точнее, просто Perfect Land, это очень странное нефутбольное название, у нас были очень большие дискуссии по этому поводу с нашими сооснователями, вот, уже, я уже подался на то, чтобы мы сменили название, но в итоге они ничего нормального не придумали, поэтому клуб остается такой же. Квот ассоциируется это с флагом Украины, такое, если наоборот, да, переворачивая, мне даже говорили, почему не наоборот, ну, а у меня, к примеру, я могу сказать, что это ассоциируется с цветами Казахстана, да, к примеру, тоже, но мне просто нравится цвет, желтый и бирюзовый, вот такой вот он, никаких ассоциаций нет. Организовывал футбол для всех, я здесь называю, то есть, у меня есть в Телеграме группа футбол в Праге, и там у нас уже полторы тысячи человек, вот, и каждую неделю, там, один-два раза мы собираемся играть в футбол. Начиналось все с этого, потом мы начали снимать видео на YouTube, всякие там челленджи такие, обезбашенные видосики. Сейчас еще как раз готовлю видеовыпуск, да, большой видеовыпуск, как бы, как у Тушкина был большой выпуск, только о нашем футбольном клубе, о том, что вообще происходило в течение четырех лет, я надеюсь, зрителям будет интересно, вот, я хочу заново перезапустить уже этот канал, но уже чуть в другом формате. Часто иногда задают вопросы, как сейчас переехать в Чехию, сразу скажу, это будет, конечно, такая грустная новость для россиян, Чехия для граждан России закрыта, если нет ВНЖ другой какой-то страны, то уже визу не получить, и поэтому мы, когда переезжали с Олей, мы буквально заскочили в последний вагон. То есть основания для переезда были это работа, учеба, либо посоединение семьи. Единственный вариант, это сюда приезжать каким-то мегаспециалистом, здесь это называется синяя карта, и то там будет, наверное, двойная проверка, что он там не какой-то иный агент, но это, скорее всего, касается различных айтишников, ну и вот такие вот специальности. То есть граждане России все не могут, а Беларусь, Казахстан? Беларусь тоже под вопросом сейчас тоже, но они как-то такие, ни туда, ни сюда сейчас находятся, и поэтому у них тоже под запретом все. А Казахстан, да, там есть, но там все намного сложнее, потому что там есть квоты. Дело в том, что сейчас практически никто не переезжает, такой возможности нет, Чехия не рассматривает на какие-то визы, да. Вот, сейчас, возможно, кто-то как-то может приехать только по воссоединению семьи или если выйдет замуж. Да, к сожалению, Чехия практически недоступна для переезда, особенно для граждан России, но если вы давно задумываетесь о том, чтобы начать новую жизнь в Европе, то у меня для вас есть отличное предложение. Словения. Это идеальное место для жизни. Здесь прекрасная природа, море и горы, термальные курорты, высокий уровень жизни и качественное образование. А главное, Словения доступна для россиян. Кстати, смотрите наш большой выпуск на Ютубе. И если вы задумались о Словении, то рекомендую нашу компанию, где команда опытных специалистов поможет вам на каждом этапе от сбора и подготовки документов до получения ВНЖ. Это значительно сэкономит ваше время и нервы. Поэтому, если вы мечтаете о переезде в Европу, то обращайтесь к нам за бесплатной консультацией, где мы разберем все способы иммиграции и подберем именно для вас оптимальный вариант получения ВНЖ в Словении. Переходите по ссылке в описании и узнайте больше о том, как сделать первый шаг к жизни в Словении. Это одно из самых уважаемых кладбищ в стране. Фактически нет людей, которые могут место купить, только деятели культуры и искусства могут заслужить. Здесь те фамилии, которые мы когда-то слышали в те наши годы советские, но это писатели, это музыканты, это оперные дивы, это изобретатели, это просто уникальные врачи. То есть люди, которые действительно внесли свой вклад в развитие, причем не только Чехии, но и мира. Здесь на кладбище мы часто видим надпись «Родина». Родина по-чешски – это семья, то есть нужно понимать, что это семейные склепы. И сегодня здесь, конечно, огромное еще количество кремаций, потому что Чехи – это атеисты, ну, либо уж, так скажем, протестанты из тех, кто верят, и к этому относятся довольно-таки легко. Я бы вам хотела показать один из самых основных памятников. И, кстати, здесь захоронен, друзья, Альфонс Муха и Карл Чапок. Я думаю, что эти люди вам известны. Иногда вы не увидите даты жизни, даты смерти, потому что некоторые Чехи говорят так, если вы меня знаете, вы меня помните. А если вы меня не знаете, не помните, что ходить вам по кладбищу и упражняться в математике, да? Зато мы с вами по памятникам можем понять, кем был этот человек. Не когда он жил, а чем он прославился. Например, лыжи. Я бы хотела отдельно отметить, безусловно, сохранение Карла Чапока. Есть три чешских писателя, очень известных. Франц Кавка, Ярослав Гашек, Карл Чапок. Вообще, вы знаете, чешских классиков хорошо читать, как говорят сами чехи, когда тебе за 35. Потому что тогда ты можешь понять весь философский смысл их фраз, цитат и произведений. Но почему я остановилась именно на Чапоке? Потому что он понятен сегодня. И сегодня чешские дети, можно сказать, так дискутируют над его цитатами. Жил он, кстати, сто лет тому назад. Попал на тот же период, что мы с вами. Это Первая мировая, это Австро-Венгрия, это начало Второй мировой, это распад империи, это перекройка карты мира. В общем, ребята, это как бы такая отдельная тема для размышлений. Но вот у него спросили, если он пойдет на выборы сто лет тому назад. На что он ответил, выборы это хорошая вещь. Но если бы от нас что-то зависело, нас бы туда не позвали. У меня есть несколько его любимых цитат, и я позволю себе отнять ваше время. Когда выборы закончились, то Гавсбурги не признавали это правительство. У него спросили, что же такое легитимное правительство, то, которое избрал народ. Он говорит, ну что вы, легитимное, это то, у которого превосходство в артиллерии. На сегодня мы можем с вами наблюдать очень интересные вещи в мире. Я обожаю его цитату про женщин. Он сказал так, если женщина не сдается, она обязательно побеждает. А если женщина сдается, она диктует условия победителя. Так что мужчина попал с любой стороны. Но это особенно нравится моим туристам на экскурсии, особенно женщинам. Борьбу придумала природа, ненависть изобрел человек. Или подумайте, как было бы тихо в мире, если бы мы все говорили только то, что мы 100% знаем. Ты, конечно, до дома уже переехал, но все равно, с какими трудностями ты столкнулся при переезде и уже первый год адаптации был тяжелым? Слушай, наверное, знаешь, трудности все-таки начались именно чуть позже. Потому что вначале тогда приезжаешь, для тебя все такое новое, интересное, эйфория, вот этот бархатный сезон. Ну, там, блин, такое, все тебе нравится, вроде все круто, лучше. А потом ты к этому начинаешь привыкать, во-первых, потому что становится уже обыденным делом. Начинаешь замечать какие-то более мяукие детали, которые уже не такое вызывают впечатление, восторг, как хотелось бы. Потом начинаешь сталкиваться с какими-то трудностями, опять же, это, говорю, вот если с воссоединением семьи, с продлением виз, там, достаточно очень много условий нужно соблюсти, это конкретно показать доход определенный, вот. А так как здесь большинство работают на агентуры и, так сказать, у них там минимальная зарплата, вот, это вызывает сложности у большинства, и поэтому мы вот так вот, я как рыба, вот этот вот, постоянно с этой полицией, министерством внутренних дел. Ну, то есть это бюрократия, постоянно нужно следить за документами. Ну, наверное, как таковых сложностей не было, потому что переезд в Чехию это был осознанный шаг, то есть я к нему готовился, читал, смотрел много форумов, смотрел ваш блог, как подготовиться к переезду, и поэтому мне было гораздо легче, плюс мы до переезда в Чехию два года учили чешский, вот. И, ну, конечно, самая большая сложность вообще при переезде в другую страну – это поиск жилья. Чехия тем более славится тем, что здесь иностранцу очень сложно снять жилье, в первую очередь это языковой барьер, второй момент – это то, что, ну, чехи не очень хотят сдавать жилье иностранцам, потому что они думают, разнесут, язык ты не знаешь, как ты там будешь, поэтому они боятся. И с риэлтором всегда выходит дороже, то есть ты должен заплатить первый месяц аренды за жилье, плюс заплатить процент риэлтору, и плюс еще заплатить за последний месяц. То есть, по сути, если квартира стоит 15 тысяч крон в месяц, то заплатишь 45 тысяч крон. Единоразовая, но это очень большая сумма, при том, что средняя зарплата в Чехии порядка 30 тысяч, в Праге это выше, тут примерно 35-37. Сколько нужно денег на семью из, значит, два взрослых, двое детей на месяц? Здесь комфортно, мы не говорим сейчас, у всех разные бывают запросы, можно снимать квартиру и за 5 тысяч евро, вот, и ездить по разным курортам каждый месяц. Минимальный прожиточный минимум, так скажем. Комфортно, минимальный прожиточный минимум. Смотрите, когда мы сюда приехали, то мы решили, что будем тратить тысячу долларов в месяц, потому что мы еще ничем не занимались, и мы жили на эту тысячу долларов, да. Это было комфортно относительно, да, вот, но нужно понимать, что у нас была своя сразу недвижимость, несъемная квартира. Когда мы стали что-то зарабатывать, мы стали жить на две тысячи, потом на три, потом на четыре, да, и сейчас ты думаешь, а может быть и больше. Вообще, я скажу так, что Прага, она входит в рейтинг самых вообще лучших просто городов, ну, для жизни именно с детьми, но она уступила это первенство в Вене. И знаете почему? Потому что в Праге, как оказалось, кружки и даже аренда квартир дороже, чем в Вене. Хотя мы понимаем уровень жизни в Вене, и зарплата однозначно выше, чем в Праге. То есть я вам скажу так, съем квартиры, ну, давайте будем исходить из полутора тысяч евро, это минимум, если вы снимаете, соответственно, если у вас ипотека, то то же самое, да. Я думаю, что примерно 500 евро вам надо на там всякие транспорты, такси, либо автомобиль, либо его там, не знаю, страховку, топливо и так далее, но может быть поскромнее, может быть чуть поменьше. На питание сейчас нужны большие деньги, это однозначно, в Чехии продукты очень сильно подорожали, они выше иногда, чем в Германии, в два раза выше, чем в Польше. То есть на семью, я думаю, где-то 800 евро, если мы говорим про четверых человек, это у нас уже получается с вами примерно 2 800, да, ну и дальше, кружки, школы бесплатные, детские сады бесплатные, где-то там за обед заплатили, где-то еще что-то, да, где-то за учебники отдали. Наверное, тысячи три, это некомфортно, это просто жить. То есть когда вот люди так же спрашивают у меня, вот я же блог ввел, я тоже все это рассказывал, они мне пишут, а сколько нужно, то есть у меня есть видео, где я там, то есть расписал, как можно выжить там чуть ли не на 50 евро, а как, ну, по сути, адекватные люди живут. И вот, опять же говорю, все зависит от аппетитов. Если ты хочешь копить деньги там на какой-то дом себе дома, построить там в своей родной стране, там в Казахстане, в Узбекистане, и откладываешь деньги, или отправляешь родителям, то ты можешь, конечно, и на одном, как в Дошираке, да, прожить. А если ты уже надавился в Доширак, ты хочешь там попробовать какую-то еду, где-то погулять, попутешествовать, то, соответственно, уже расходы твои увеличиваются. Насколько дружное здесь русскоязычное сообщество? Я скажу так, что как-то русские привыкли вариться в своем вот этом котле, да, то есть, например, если у украинцев здесь очень такая большая диаспора, одна из многочисленных в Чехии и в Праге, потом идут по количеству это Словакии и уже русские. Вот. Если те как-то все равно держатся вместе, диаспоры, там, общаются, там, через каких-то общих друзей, знакомых, там, еще как-то, то есть, у них там есть свои какие-то чаты, ну, русскоязычные как-то все равно держатся в сторонке друг от друга. Вот. То есть, ну, как-то я заметил, что россияне, когда приезжают за границей, они стараются обходить сородища, так сказать, стороной. Общие тусовки есть, это, наверное, одна из этих общих тусовок как раз наше сообщество, PerfectLand, потому что мы не только футбольный клуб, а еще там очень много таких организуем различных движений, и у меня нет какой-то приверженности к определенной нации, то есть, моя задача, наоборот, всех объединить. Вот. А так, я знаю, да, там есть отдельные казахские там движники какие-то, тоже постоянно к ним заходишь в Инстаграм, то есть, они больше для своих предлагают, даже когда рекламу пишут, они там обычно это упоминают, также и российские, и украинские. То есть, да, к сожалению, все-таки деление есть, и не знаю, это хорошо это или плохо. Какой менталитет у чехов, в чем мы похожи, в чем мы разные? Ух, мы, наверное, похожи в том, что любим, наверное, выпить пивко, да? Я могу сказать только про умение расслабляться и отдыхать. Ну, они тоже любят работать, но... Ну, главное, до четырех, к примеру. Да, но есть баланс между отдыхом и работой, и они очень ценят свое личное время, и вот этому надо, на самом деле, поучиться. Я бы не сказал, что чехи прямо любят работать, то есть, у них пятница, там, три-четыре часа, все уже, но это потому, что, да, у них баланс между работой и отдыхом, то есть, для них переработать, это прям, если ты в пять часов вечера в пятницу позвонишь чеху, то ты будешь его злейшим врагом, потому что, как бы, ну, для них семья очень важна, важна, наверное, вот это нас сближает, русских и чехов, то, что... Семейные ценности. Семейные ценности, да. Ой, очень сложно сказать. Мне кажется, мы похожи все-таки своим таким немножко скептическим отношением к жизни, к решениям властей, знаете, вот ко всему этому, да, то есть, чехи не берут все вот прям так на веру, но в то же время, в отличие от нас, я думаю, что чехи, они более пунктуальны все-таки, они очень любят порядок, в этом плане они как бы ближе к немцам, но в то же время они нам близки, потому что у них тоже такой где-то вот изворотливый ум, как и у нас, если есть возможность договориться, я не говорю дать взятку, да, я говорю, если возможность как-то договориться, обойти что-то еще, то они это сделают. Чешки очень самостоятельные дамы, это подтверждает абсолютно вся статистика, если мы говорим уже теперь о современной жизни, да, чехов, по статистике, чешка рожает первого ребенка в 27 лет, а первый раз она выходит замуж в 29 лет. Это говорит о том, что она не пытается как-то там вот примазаться, да, к деньгам, так и скажем, или к статусу своего партнера, то есть они очень-таки неплохо живут и принимают те решения, которые хотят, но фактически, конечно, вроде бы как выпячивают мужчин, потому что по статистике, опять же, современная, европейская, Чехия не очень развитая гендерная страна, то есть только 20% на руководящих постах. Нет коррупции? Коррупции? Которую мы привыкли? Нет, внутренне, на бытовом уровне, ну нет, все четко в рамках закона, да, да. То есть решить вопрос можно, наверное, но если ты знаешь конкретного человека, это личные какие-то дружеские отношения? Личные отношения, какие-то дружеские отношения, опять же, это все без взяток. Давайте скажем вот элементарный пример с полиции. Вы очень сильно нарушили, вас остановили, да, и вам говорят, у вас такой-такой-такой-такой-такой-то штраф. Если ты признаешь свою вину и говоришь, я очень, я прям раскаиваюсь, да, я все время хорошо езжу, ну вот так получилось, пожалуйста, извините, там, простите, да, то они с вас не возьмут взятку, естественно, ни в коем случае, если вы им еще предложите, так за это еще и сядете реально, да, вот, но они посмотрят твою историю, да, ты ездил хорошо, они скажут, ну ладно, вот давай мы тебя так немножко пожалеем, сделаем тебе штраф чуть-чуть меньше, но, ну как бы официально, то есть это такое вот чисто человеческое, да. Менталитет у них более такой спокойный, ну и, конечно, вот если бы взять опять безопасность, это полиция, работают шикарно на самом деле. Но я отметил, что полиции в городе много достаточно. Да, да, то есть здесь не бывает таких случаев, чтобы они вот просто взяли и как вот у нас решили тебе там подкинуть, либо там какой-то штраф приписать, придумать что-то, такого не бывает, то есть ты идешь, если они тебе подошли, то ты знаешь, что это уже там, либо с какими-то вопросами, либо там, ну даже элементарно проверка документов, это ты должен там вызвать какие-то эмоции, такие подозрения, чтобы они подошли у тебя проверили. Мы были на Высеграде, выезжаем, тихая уточка, никого нет, и полиция стоит, припаркованная, ну я медленно проезжаю, чтобы ее лишний раз не провоцировать. Смирно, она за мной такая выехала, едет потихонечку со мной, я еду прямо, она все равно за мной. Вот так, мы там километр проехали, я направо, я налево. Я думал сейчас видишь, что иностранные номера. Пробивает там, что там все заплачено, заплачено, я не знаю, что. То есть да, когда все равно уже вот на родине такая выработалась привычка, что когда где-то назад садятся, у тебя такая тревога появляется не больше. Вот они когда задедут, у меня тоже спорт, вроде ничего не нарушая, вроде все нормально, но такой уже джумышка, даже куда-то вы едете в другую сторону. Ну и опять же, если взять физическую форму, то сами, в принципе, все потянутые спортсмены. Чехи нам по менталитету очень близки. Как бы я люблю, знаете, такой подход к жизни, их такой чешский черный юмор, в то же время их восхищение историей, их уважение, их в какой-то степени нетолерантность. То есть где-то чехи не промолчат, а скажут, и это тоже хорошо. То есть вы сразу знаете, что вы им не очень интересны или приятны. Это здорово, когда вам говорят welcome, а потом с другой стороны что-то как-то, да, там. Вот, поэтому в целом мы с чехами, то есть как бы коммуницируем, как они говорят, очень даже неплохо. И по бизнесу, и вот соседские такие у нас отношения неплохие. Мы чехи очень часто завидуем друг другу и тоже часто жалуемся. Нам постоянно что-то не нравится. И также мы ксенофоби, не любим иностранцев. Но это не мой случай. Ты вот сказал, что был в Екатеринбурге, в каких еще городах ты был в России. И что понравилось, что не понравилось, в чем особенность? Вот так, первый взгляд. Я был еще в Москве, и потом из Екатеринбурга я ехал на север, город, посолок Салим, это под Сургутом, где-то 100 километров. Так что, да, через Тюмень проезжал. А вот Тюмень, я из Тюмени родом. Вот, так что там была Тюмень, Тобол, и потом далеко, там через Тайгу, Салим. Понятно. Было очень интересно видеть настоящую сибирскую природу. Вообще, чем известна Прага? Есть такие знаковые точки, как говорят, Пражский град, знаменитые часы, Карлов мост. Это все очень здорово. Но Прага известна своими людьми, это однозначно. И здесь у нас с вами захоронен Альфонс Мухак. Просто культовый чешский художник, который делал самые красивые афиши для французской актрисы Сары Бернар. А еще там дата его смерти, 1939 год. Немцы его забрали в гестапо на территории Праги в 1939 году и попросили перерисовать, можно сказать так, самую известную серию картин, которая называется «Славянская эпопея». Поэтому, если вдруг когда-то эти картины приедут в ваш город, в вашу страну, я вам очень советую их посмотреть. То, что касается всего этого места, здесь просто потрясающий вид на базилик у Петра и Павла. Я сейчас хотела бы, наверное, закончить вот этот район, такой, знаете, прекрасной чешской фразой с видами на храм. Как говорят сами чехи, 600 умов различных поколений здесь обрели свое успокоение. Разрешено ли пить за рулем? Ну, допустим, в Германии разрешено 0,5 промилль, по-моему. В Словении 0,3 или 0,4. В чехе категорически запрещено, здесь нулевая терпимость к алкоголю за рулем. Но, хотя тут бывают такие случаи, периодически останавливают чехов. Полиция публикует прямо такой рейтинг курьезных случаев. Был случай, один чех выпил, по-моему, 24 пива и сел за руль. Он куда-то въехал или вы просто остановили? Нет, его просто остановила полиция и такие спросили, пил? Он говорит, ну, нет, не пил. Вдохнул в трубочку, показала, сколько-то там промилль, и он такой, ну, да, я там выпил 24 пива. Ну, можно, но это запрещено. Не рассказывали историю, что один человек выпил 24 кружки пива? Ну, это, конечно, уже слишком много, но в Чехии у нас типа как 7-8 пива, это еще норм. Кажется. Да. И у нас толеранса ноль. Лучше в пивную ехать на общественном транспорте. Да, ну, и надо сказать, что здесь в Праге отличный общественный транспорт. И передвигаться на трамвае, одно удовольствие на метро. И знаешь, для многих моих руссковорящих друзей, которые приехали первый раз в Прагу, это был прям позитивный шок, что написано, что трамвай приедет, допустим, в 8.03, и он серьезно приедет в 8.03. Для меня это, конечно, норм, да, это мы привыкли, но для иностранцев, именно из стран бывшего Советского Союза, это прям шок. Мне очень нравится транспортная система, она очень удобная, понятная, доступная. И если раньше для меня в Екатеринбурге это была определенная сложность и стресс, то здесь я, наверное, даже в транспорте отдыхаю и успеваю сделать много полезного. Есть в Праге неблагополучные районы, криминальные районы? Ну, конечно, это же все-таки Европа, здесь есть такие места. Я бы не сказал, что это криминальные именно районы, а то, что они такие неблагополучные, да, есть такое. То есть вот, например, Нусельский мост, который перед нами, под ним считается не очень хорошее место для того, чтобы снимать квартиру. То есть что-то может произойти, эти обворуют? Обворуют нет, но всевозможные такие не очень приятные личности могут быть, хотя у меня там знакомые снимают жилье, вроде все нормально, не жалуются. Иногда ночью уходишь в центр города и там стоят вот такие темнокожие ребята и, ну, я не знаю, что они продают, но, скорее всего, чем-то нелегальным торгуют, я думаю. Потому что днем их практически там нету. Ну, понятное дело, криминал здесь существует. Опять же, там у нас есть рынок Сапа, это как раз там держат вьетнамцы, там у них целая, блин, династия, банда, не знаю, кто они там. И мы достаточно часто туда ездим закупаться, потому что это дешево и выгодно. И там ходят слухи, что там всякие бункеры у них там такое творится, все, что в фильмах ужасов увидишь. Но, опять же, это слухи, я своими глазами это не видел. И за что я люблю конкретно Прагу и Чехию, то, что я себя здесь чувствую реально безопасно. Ну, не зря страна там находилась в какой-то период, но там на восьмом месте по всему миру по безопасности. Я вот даже когда путешествую по Европе, да, к примеру, в соседние страны, там Германию, Бельгия, Франция, вот там себя так безопасно не чувствую, потому что там иногда улавливаешь эти вот взгляды такие нехорошие. И вот там вызывают дискомфорт, а здесь, ну, бывает, да, вот, выходишь, когда на главном вокзале, это, мне кажется, в любом городе, в любой столице, это сбор всех бомжей, да, и вот там можешь поснимать себе как раз контента. Вот, их там реально очень-очень много. А чтобы они там что-то приставали, какие-то там, я не знаю, просили деньги, такое, ну, редко бывает, они чисто в своем мире где-то отдыхают. Да, в Праге безопасно, слава богу, было очень безопасно, сейчас немножко ситуация ухудшилась, как раз, честно скажем, потому что приехали вот такие люди, которые иногда пьют, про которых вы рассказывали, да, но в целом, конечно, здесь нет такого уровня агрессии, изнасилований, там, да, как в Германии, в других странах, можно ходить, мигрантов здесь тоже нет, которые на вас нападают, поэтому тут-фу. Ну, Чехия безопасная страна, Чехия безопасная страна, да, тут можно спокойно ходить, не знаю, там, ночью, ничего не будет, полиция работает четко, как часы. Если их что-то, какой-то предмет заинтересовал, да, например, бесхозный, они обязательно остановятся, проверят, там, людей могут проверить, которые подозрительно выглядят, ну, на предмет наличия документов. Ну, вот у меня ни разу не проверяли документы, тем не менее, я видел, как они, там, каких-то подозрительных людей проверяли. Можно в среде ночи пойти одному через парк, через все места и чувствовать себя абсолютно безопасно. Внизу мы с вами видим район, который застраивался в основном в 19-м столетии, и, конечно же, самое уродское здание, по мнению чехов, не моему мнению, да, это пражская телевышка. Однако, вы знаете, там есть интересные рестораны-облака, смотровые площадки, и также есть отель, который так и называется, отель одной комнаты, one room hotel, стоимость примерно 800-1000 евро в сутки. Причем отель реально постоянно занят, но отсюда очень хорошие виды на огромное количество исторических объектов и еще на буквально остатки крепостных стен, которые когда-то окружали один из пражских городов. Дело в том, что Прага, да, имеет самый большой исторический центр в мире, который входит в книгу рекордов Гиннеса, и строилась она именно как отдельные города. То есть каждый город хотел иметь свою площадь, центральный собор, здание, ратуши, дворцы богатых дворян, и между всеми этими городами еще были крепостные стены. Мы с вами сейчас, кстати, идем по одним из них, уникальных и сохранившихся. Насчет медицины вопрос. Многие приезжают сейчас, новоиспеченные мигранты, жалуются, что очень долго ждать, записи к врачу растягиваются на полгода, у нас в Словении вообще беда с этим. Вот как с Чехией? Вы знаете, или мы уже привыкли, или нам кажется, что в целом все хорошо, но в любом случае, если, например, у вас заболел ребенок, то вы можете тут же идти в поликлинику. К вам, конечно, врач не придет, хоть температура 40, да, вы просто сбиваете и идете к врачу. Если у вас какое-то прямо такое, что-то ужасное состояние, вы очень сильно боитесь, можете позвонить в скорую, ну, скорая может приехать, это бесплатно по страховке. В Чехии у всех есть страховки, здесь невозможно жить без регистрации, без страховки. Вот, либо вы сбиваете температуру и дальше идете к врачу, и в порядке живой очереди вы обязательно попадете, вот, ну, в этот же день, да. У вас заболел срочно глаз, вы не должны ждать очереди к окулисту, это так называется такой окутный такой припад, то есть такое, ну, что-то очень срочное, вы идете, и вас врач всегда впихивает куда-то между теми пациентами, которые записаны, да. Если, конечно, вы придете и скажете, что-то тут у меня вот коленку тянет, вам скажут, ну, давай, вот вам тебе направление к ортопеду, вот тебе туда, вот тебе туда, ты будешь звонить, и можешь ждать действительно месяц, два, три и так далее. Ну, вот из нашей собственной практики, да, если ты приходишь к врачу, элементарное обследование, допустим, у женщин, скажем, вот мамолога, да, вам говорят, вот, пожалуйста, вам направление, ты звонишь, говоришь, они тебе говорят, ну, пару месяцев, если вас устроят. Ты говоришь, что-то меня не устроит, чувствую, что-то там у меня есть, какой-то шарик, приходите завтра, да. То есть, в принципе, это они могут решить без проблем, вот мы это все проходили уже с детьми и с супругом, врачу не понравилось элементарный его один анализ, совсем случайно взятый. Он оказался на операционном столе через неделю, то есть, я считаю, что все. То есть, если случай срочный, то всегда сброс решается. Да, без проблем, все решат, да, да. Или можете сами ехать, кстати, в скорую помощь, это тоже очень-очень удобно, там посидеть в очереди, и вам все сделают. С медициной особо не сталкивался, кто-то на ней отзывается, лестно, кто-то наоборот, то есть, слава богу, не болеем. Ну, опять, если возвращаясь к тому, как мы рожали нашу доченьку здесь, да, в принципе, претензии вообще никаких отношений, хорошее, все бесплатно. Друзья, за моей спиной находится роддом, да-да, вы не удивляйтесь. Очень красивые строения с красными черепичными крышами, вы представляете, что в такой красоте должно рождаться что-то прекрасное. Поэтому мы верим, в любом случае верим, что все будет хорошо у нас и у вас в том числе. Посмотрите, пожалуйста, какими чудесными видами вы можете любоваться, приехав в Прагу, абсолютно со всех точек. Прага входит просто в топ городов по количеству бесплатных, самых красивых смотровых площадок. Топ-5 мест, которые здесь нужно посетить. Это Прага, это Карловы Вары, потому что не зря действительно и ЮНЕСКО уже взяла под охрану Карловы Вары, да, вот именно их воду, как самую активную болиологическую воду в мире. Все эти кризисы, вот без всяких шуток, да, которые на людей накладывают такой отпечаток депрессивные, а и, в общем-то, они сказываются на здоровье. И люди сюда теперь действительно приезжают и лечить какие-то экземы, и псориазы, и ЖКТ, да, и депрессии, и плохой сон. Ну, то есть вот я бы сказала, что после всех этих пандемий, то есть люди поняли, что надо, завтра вообще мы не понимаем, что произойдет, да, если деньги есть, надо их теперь тратить на себя. Да, и вот Карловы Вары сейчас, безусловно, это одно из самых моих активных направлений в бизнесе, да, и в развитии, вот, именно организация лечения на чешских курортах, в основном в Карловах Варах, потому что это самый разноплановый курорт. То есть когда человек не знает, куда ему поехать, и нет какой-то жесткой, острой проблемы, например, артрит или артроз, да, а у него там и мигрень, и депрессия, и ЖКТ, и ребенка бы еще бы тут бы подлечить, да, вот, и еще астма, и проблемы с дыханием, то это однозначно, например, мы советуем такой вот, как Карловы Вары, ну, я советую, да. Карловы Вары, безусловно, это самый раскрученный курорт, это правда, но он объективно как бы раскручен, то есть не просто так, из ничего, да, это самый старый чешский курорт. Это, честно сказать, самый красивый чешский курорт, однозначно, с точки зрения архитектуры, плюс ко всему на курортах нужно гулять, и там можно очень много где гулять, да, плюс ко всему, многие едут с детьми, и марианские лазни не занимаются так детьми, как Карловы Вары, да, И еще, что самое важное, там такое количество источников, то есть там такой разный диапазон воды, что они воздействуют на разные органы, да, поэтому действительно Марианские лазни, это, я бы сказала, более узконаправленно, то есть урология и кое-какие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Почему говорю кое-какие, потому что часть проблем более тяжелых решает курорт Ехимов, мало кто про него слышал, мало кто с ним работает, вот я с ним работаю, там просто потрясающие результаты, туда приезжают, знаете, люди вот на каталках с палочками, а потом выходят, и они как бы вот именно, слава богу, у них проходят все вот эти вот боли, да, но Ехимов это радон, нужно понимать, что это радон, это радоновые ванны, не всем их можно, это тоже очень важно, да, знать, и этот курорт, он берет только минимум на две недели, тогда он будет вам гарантировать какой-то вот результат в лечении, там проводилась, кстати, сказать, свои опыты Марии Кюри, я думаю, что эту женщину представлять не надо, это Нобелевский лауреат, изучала там, да, вот атомы и прочее такое, физик, поэтому, в общем-то, Карлова Вара, я думаю, что, да, заслуженно, это не маркетинг. В Карлова Варах очень много отелей, предположим, вот мы, семья, хотим поехать самостоятельно, без помощи турагента, важно понимать, в какой именно отель едешь, чтобы получить адекватное лечение для себя, или это Карлова Вара, в целом, одинаковые воды, одинаковое лечение, то есть есть смысл выбора отеля? Выбор отеля? Обращаться к профессионалам, например. Все люди имеют какие-то свои нюансы, я бы сказала так, что лечит не отель все-таки, а лечит именно та вода, которая есть не при отеле, а прямо в городе, да, то есть есть самые хорошие отели, в которых подведена скважина, то есть источник, но это не для того, чтобы вы пили, то есть когда вам говорят, ну, пейте эту воду, если вам лень ходить к источникам, это неправильно, то есть вы должны реально пить ту воду, которую вам прописал врач, часто бывает, что вы же ее пьете три раза в день, и вам прописывают абсолютно три разных источника, вы приехали вдвоем, втроем с детьми, вам вообще всем прописывают разные источники, вы должны вот так туда-сюда по этому поминату ходить, да, искать эти источники и ее пить, вот, поэтому лечит вас вода, то есть 80% лечения это все-таки вода, но почему здесь важен выбор отеля? Потому что, во-первых, мы знаем, я знаю, да, в каких отелях хорошие врачи, потому что в некоторых отелях так немножко, ну, ну, хорошо, идите попейте, да, потом мы знаем, в каких отелях хорошие процедуры, именно такие вот поддерживающие, да, где хорошая база, какие отели специализируются на лечении именно детей, и там есть процедуры для детей, то есть это, скажем, дыхательные различные процедуры, да, там специальные ванны для детей, не все отели берутся, нужна специальная лицензия, вот, и еще очень сильно от стоимости, вот именно стоимость отеля зависит от того, в каких условиях вы проживаете, и какое там питание, поэтому, если, знаете, бывает такое, у людей ошибка, они говорят, мы хотим такой скромненький номер, нам дорого не надо, но, да, чтобы там был бассейн, конечно же, сауна, питание, конечно, хорошенькое, но номер мне нужен скромненький, потому что я же не буду все время проводить номер, да, но если отель хороший, у него и номер будет не скромненький, а если номер скромненький, то и вся остальная инфраструктура и уровень питания будет поскромней. Это замок, это замок Карлштейн, уникальная крепость, потому что все они разные по энергетике и по архитектуре, да, и по истории, вот, это город чешский Крумлов, сто процентов просто жемчужина, и это замок Мельник, там живет князь, потомок чешского королевского рода, он там живет с семьей, у него там уникальные виноградники, погреба, замок, история, то есть, если бы фактически сейчас возрождали монархию, то эти люди были бы первые на престоле, да, и когда я ездила, объясняла, что мы будут туда приезжать туристы, у меня все будут очень прилично интеллигентные люди, то встреча была как в нашем советском фильме, Иван Васильевич, менять профессию, очень приятно, царь, да, у нас было тоже очень приятно, очень приятно, Александр Петриков, очень приятно, князь, поэтому welcome, это прям, это прям обязательно. Прага, Кутна гора, чешский Крумлов, Карловы вары и еще Дечин. Это город, где родилась моя мама, где живет моя бабушка, и это типа как, я родился сам в Праге, но я там провел каждое лето. Главные три плюса жизни в Чехии, экология, комфорт, вот, да, продукт, вот я бы так все это сказала, экология, это и вода, это и воздух, да, вот, это, конечно же, безопасность в любом случае, да, вот, которая исходит из их нетолерантности, опять-таки, и это их менталитет, не знаю, мне кажется, это вот огромный плюс, это чешский менталитет, да, который их и спасает. Минусы, да, вот видите, как, знаете, это когда ты любишь мужа, ты минусов не видишь, если ты видишь, значит, ты уже не так его любишь, да, понимаете, так идут. Если, как бы, я люблю Чехию, Прагу, ну, я не вижу какие-то, вот такие минусы, прям вот минусы, не знаю, не знаю, честно, может кто-то вам скажет. Ну, первый плюс, опять же, это безопасность, которая меня всегда манит обратно, да, то есть, когда возникают вопросы о том, куда бы поехать дальше, либо же, там, вернуться назад, то такой, в первую очередь, охота, чтобы была безопасная страна, и Чехия под эти критерии очень подходит. Второй плюс, ну, я не знаю, на этом все. Не, ну, здесь большие возможности, я считаю, потому что здесь очень много, именно, больших крупных бизнесов принадлежат именно нашим людям, и, конкретно, я сюда переехал и понял то, что здесь ни от кого не завишу, и только сам могу себя продвинуть туда, куда хочу, и какой-то стимул он добавляет, возможно, для меня это как плюс. И, также, мне кажется, менталитет людей, они здесь какие-то, казалось бы, более добрые, но если послушать марок, они не любят, да, как бы, иностранцев, но особо это не показывают. Если еще затрагивать один плюс, это природа. Для меня очень много, значит, на самом деле, вот это вот зеленые виды, свежий воздух. Возможно, знаешь, что меня здесь напрягает, вот это их общение почтой, вот эти вот доисторические времена. И ты не можешь понять, вот, ну, как бы, уже все человечество шагнуло вперед, эти вот мессенджеры, там, ватсапах, какие-то отчеты по прочтениям, а у них все через почту, ты ему звонишь, там, хочешь договориться о каком-то, да, вот мы ищем аренду полей для нашего футбольного клуба, и говорим, вот, так-то, так-то, мы такие-таки, пишите нам почту, и пишешь на почту, и все, и ты не знаешь, прочитали, не прочитали, все, и ждешь год. Потом, а потом пишешь повторно, они пишут, типа, какого хрена ты, блядь, пишешь, мы же думаем, мы же ответить должны, что ты пишешь напоминать. Ну, если подумать, можно найти еще побольше минусов, просто они, наверное, не столь ярко выраженные, чтобы о них говорить. Плюс это комфортная, размеренная жизнь, инфраструктура, что включает в себя транспорт, стабильность, то есть, как бы, Чехия очень стабильная, то есть, здесь ничего не происходит. Тут, если что-то произошло, это все, это вселенская катастрофа. Ну, минус это, наверное, вот, исходит из этого плюса, то, что здесь все спокойно, размеренно, никто никуда не торопится, то, что, ну, у Чехов есть такое, зитро, то есть, если что-то нужно сделать, там, по каким-то рабочим вопросам, да, там, ну, тебе это сделают. Приходите завтра, а это завтра может еще быть через месяц. Растянуться, да. Ну, я просто привык, что в Екатеринбурге все услуги можно получить здесь и сейчас, и нам это сложно понять, потому что мы привыкли все быстро-быстро-быстро, нам нужно быстро-быстрее сейчас, там, чтобы вчера уже все было готово. А вот вкусное и легко доступное пиво, это минус или плюс? Да, нет, это большой плюс. А, и третий минус, это, наверное, стоимость покупки и аренды жилья. Здесь, конечно, цены, они очень высокие, но это Прага, потому что столица, здесь это понятно. Если брать какой-нибудь маленький город за пределами Праги, то там жилье будет чуть дешевле. Какие у вас дальнейшие планы? То есть сейчас у вас цель, наверное, получить ПМЖ. И есть ли вероятность, что вы можете сменить страну на другую, европейскую? Или, может быть, за океан? Или однажды вернетесь в Россию? Ну, да, главная задача, каждые два года мы продлеваем наши документы. То есть вот трудовая карта, это, наверное, наши основные седые волосы, потому что никогда не знаешь, чем этот процесс продления закончится. То есть подаешь контракт на работу, контракт на жилье, и ждешь решения от властей Чехии, продлят они карту или не продлят. То есть это вот венжин дается на два года, каждые два года. Вот сейчас у меня второе продление прошло, то есть, соответственно, пять лет проживания в Чехии, это уже ПМЖ, интервал и побыт. Вот, конечно, хотим интервал и побыт. По поводу другой страны, но мне очень нравится Португалия, я бы, может быть, пожил там несколько годиков. Вот так хочется дома где-нибудь на берегу моря. Вы знаете, когда случилась вся пандемия, да, и везде было, скажем так, не очень хорошо, мягко говоря, же, вот, то мы тоже стали думать, а где же лучше. И вот в итоге пришли к выводу о том, что когда происходят такие события, которые происходили тогда или происходят сейчас, лучше оставаться, ну, вот в своем, да, 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 на своем уже таком вот насиженном месте. Нам здесь комфортно, нам здесь хорошо, у нас здесь есть друзья. Мы сохранили наших друзей, которые живут в других странах, да, я этим горжусь. То есть мы приобрели новых друзей, опять же, и абсолютно из всех стран, да, это и Россия, это и Украина, и Израиль, там, и Америка. Вот, поэтому как бы нам комфортно и нет мысли о том, что где-то в данный момент может быть лучше, честно, да, пока не хочется. Ну, слушай, были такие мысли, да, посещают частенько, типа, можешь куда-то дальше, либо же, ну, точно не назад, это уже точно. Вот, только куда-то выше, дальше, но пока не могу найти такую страну, где бы хотелось конкретно жить. Вот, возможно, типа, такой вариант ты рассматривал, как бы, там, полгода на Бали, там, полгода туда, такое, знаешь, вот, фирландская жизнь. Вот, но пока здесь я себя очень комфортно чувствую, развивая проекты, то есть строим очень большие, грандиозные планы, и то есть я вижу результат этого всего, насколько мы за год вот реально запрогрессировали, и понимаю о том, что можно достичь вообще любой цели, которую мы сейчас поставили, это все реально, вот, поэтому куда-то переезжать точно нет смысла, есть идеи и цели развивать здесь все больше, становиться, расти, как личность, так и бренд-клуб, вот, ну, и также дальше помогать людям, как и делал это раньше, так же, как и делаем сейчас. То есть сейчас мы больше настроены на внутренний, да, рынок, получается, люди, которые здесь с различными ситуациями обращаются. Что для вас в Чехии в двух словах? Комфорт, спокойствие. Это приятный климат и много отдыха. И много пива. Безопасность, спокойствие, возможности. Красота, история и умиротворение. Где бы я ни находилась в Чехии, в Праге, в Карловых Варах, в другом городе, мне прям вот... Ну и в завершение хотелось бы сказать, мои дорогие, приезжайте ко мне на экскурсии, все самое интересное, самое полезное, конечно, и бытовое. Вы можете посмотреть на моем инстаграм-аккаунте Сандра Прага, а всю самую интересную информацию, эксклюзивные маршруты и подбор рассказа именно под ваши интересы, ваш возраст, это, конечно, уже на моих индивидуальных экскурсиях. Так что жду вас! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»